Всем привет! Вы на канале Вечное Лето! Всем привет! За последние две недели на нас обрушилось огромное количество сообщений ВКонтакте с вопросами о коронавирусе Мерс, который терроризирует планету. Какой страшный вирус! Вы нас спрашиваете, какая обстановка сейчас в Таиланде. Многие пишут о том, что они боятся сюда приезжать, отменяют свои туры и всё такое. Да, вирус – дело страшное. Сегодня едем на байке, а за нами вирус. Еле отрывались. Сегодня просыпаюсь утром, стук в дверь, смотрю в глазок, а там вирус! Мерс! Он самый. Отныне мы спим в масках, едим в масках, купаемся в масках. Бывает, конечно, не совсем удобно. Но что поделаешь, безопасность превыше всего. На самом деле здесь сейчас всё не так страшно, как об этом говорят по телевизору. В новостях, как обычно, пугают. На 22 июня 2015 года единственным зарегистрированным случаем с коронавирусом в Таиланде является человек-путешественник Омана, который сейчас проходит лечение. Тесты членов его семьи дали отрицательные результаты, но всё равно они будут находиться на карантине до окончания инкубационного периода 14 дней. Министр здравоохранения Таиланда посещал пациента в больнице и сказал, что он уже самостоятельно ест и идёт на поправку. Симптомы коронавируса у человека в основном индивидуальны, но ход болезни напоминает ОРЗ, бронхит и любое простудное заболевание. Основные симптомы – это головная боль, боль в горле и, конечно же, температура, то есть все признаки обычного гриппа. Схема лечения вируса МЕРС такая же, как и схема лечения обычного гриппа – это постельный режим, приём антибиотиков, ингаляции и щадящая диета. Ничего сверхъестественного. При нормальном течении болезни человек становится на ноги уже через неделю лечения. В целом прогноз от заболевания вируса МЕРС благоприятный. Летальный исход наблюдается только у 9% заболевших, в то время как от обычного гриппа и от его осложнений летальный исход наблюдается в 40%. То есть нас в новостях опять пугают тем вирусом, который на самом деле не так уж и опасен. Просто кто-то зачихнул, заболел там в Корее и теперь всех пугает то, что всё, вирус МЕРС. Обычный верблюжий вирус, который никого не убивает, просто всех заражает и болеют люди гриппом. Стандартный вирус, который нормально может принести каждый человек. Который открывают каждый год. Сначала был птичий грипп, потом был свиной грипп, потом верблюжий грипп. Что дальше? Сланиный грипп, тараканий грипп, мушиный грипп, блошиный грипп. Ты знаешь, очень страшный сверчковый грипп. Сверчковый самый опасный грипп. Что происходит на деле? Во-первых, туристы сейчас боятся ехать в Таиланд, хотя на самом деле здесь зарегистрирован всего один случай и человек идёт на поправку. Во-вторых, этот вирус, вирус МЕРС, не опаснее обычного гриппа. И в-третьих, тайцы вообще не восприняли вирус МЕРС как что-то ужасное. Они ведут обычный повседневный образ жизни. Никто не ходит в масках, никто не избегает общественного транспорта. Всё просто соблюдают правила гигиены, впрочем, как и всегда. Здесь много иностранцев, а вот русские сейчас как-то побаиваются ехать. Я удивлён, что вообще об этом идут разговоры. Я здесь нахожусь, не замечая никаких изменений, и тут Свет постоянно говорит, меня постоянно спрашивают, меня постоянно спрашивают. Блин, я думаю, какой вирус, где он, хоть бы кто-то что-то сказал там. Вообще никаких изменений, никто ничего. Как обычно, то же самое, что было при военном перевороте, здесь война, на самом деле здесь ничего не было. То же самое и сейчас. Вирус, все умирают, все заражаются. Где эти люди вообще? Это опять просто в новостях всех пугает, поэтому не обращайтесь внимания и будьте спокойны, можете ехать, спокойно отдыхать. И, кстати, по поводу наводнений. Вы меня также часто спрашивали, говорят в новостях, тут Таиланд заливает, наводнения, потопы. Ничего такого нет. Были дожди, они были сильными, они шли всю ночь. Но никакого наводнения они не вызвали, никаких у нас тут потопов, у нас тут дома не плавают. Всё с этим хорошо, так что не переживайте, никаких штормов. Никаких катаклизмов, ничего здесь не происходит, здесь, по-моему, самое спокойное место в мире. Таиланд по-прежнему остаётся, по-моему, прекрасным местом для отдыха. Пишите в комментариях, что вы думаете об этом вирусе, что о нём говорят в новостях и отменились ли из-за него ваши поездки. А на этом у нас всё. Большое спасибо, что посмотрели это видео, вы были на канале Вечное Лето. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, пишите добрые комментарии. Увидимся в следующих выпусках, вас очень любим. До новых встреч, пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok